Собственность Казахстана вернули месторождение золота, угля и нефти. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстана Роман Скляр провел совещание по возврату в государственную собственность месторождений полезных ископаемых, сообщает сайт премьер-министр.кз. Правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий, заключенных с недропользователями, нарушившими условия договора. В результате уполномоченные органы расторгли 118 контрактов по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью. Месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов были возвращены в государственный фонд. Позднее состоится открытый аукцион для передачи этих объектов новым инвесторам. При этом уполномоченными органами проводится работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства. Так, на счет государства взыскано штрафов по твердым полезным ископаемым на сумму более 900 миллионов тенге. С выше 56 миллиардов тенге пополнили казну города Талдыкурган. Об этом стало известно на внеочередной седьмой сессии городского маслехата, на которой также были обсуждены вопросы эффективного и целенаправленного расходования средств. По словам участников заседания, дополнительные вливания в бюджет областного центра стали возможны благодаря экономии средств государственных закупок. В ходе заседания стало известно, что уже в скором времени здание аэропорта ждет ремонт. Объект воздушной гавани, возведенный в прошлом столетии, последние 8 лет не видел ремонта. Наряду с этим решится проблема питьевой воды жителей военного городка Улан. В этом году водопроводная система также будет модернизирована. На эти цели предусмотрено около 115 миллионов тенге. Большая часть средств, как обычно, была направлена на социальную, жилищную и коммунальную сферы. По проекту «Бюджет с народным участием» также предусмотрены средства на строительство шести объектов. Например, в загородных домах Уитаса, Щебулах и Третьем блоке будут построены детские площадки. Это давнее требование горожан. Сегодня присутствовали все руководители отделов. Были очень важные вопросы. Это вопросы социальной защиты, транспорта и инфраструктуры, озеленения города, покупки квартир для малообеспеченных слоев населения. И важный момент – это, конечно, дороги у нас. Сегодня, что было интересно, почти единым голосом эти бюджеты были утверждены. И мы надеемся, что именно это целевое назначение пойдет в пользу для развития нашего города. Развитие села в руках предпринимателей, кулинаров и мастериц. В области ЖТСУ выбраны победители проекта «Одно село – один продукт». Из десяти финалистов члены комиссии отобрали самых достойных. Теперь их будут сопровождать на республиканском уровне. Наша съемочная группа встретилась с конкурсантами и узнала, какая продукция совсем скоро завоюет рынки страны. Шинар Дарменкулова из Панфиловского района точно знает, как превратить любимое занятие в дело, которое будет приносить доход. Два года назад женщина осталась без работы и всерьез занялась валянием из войлока. Начинала с теплых домашних тапочек. Потом научилась делать и более сложные вещи – головные уборы, одежду, предметы интерьера. Теперь мастерица намерена развивать свое дело – выиграть грант, открыть цех и трудоустроить местных женщин. Благо, поддержка на это есть. Огромная благодарность Центру поддержки женского предпринимательства при Палате предпринимателей «Атомикен». Они нам оказывают не только и моральную поддержку, и в плане нашего развития в сфере бизнеса. Думаю, что я пришла и о бизнесе ничего не знала. Прошла дополнительно еще немножко, скажем так, мастер-классы. И сейчас я в данный момент покупаю шерсть у наших животноводов, у наших, кто занимается овцеводством. На дому ее стираю, крашу и изготавливаю такие валеные вещи. Недавно в Салдукургане прошла выставка в рамках проекта «Одно село, один продукт», в которой приняли участие 50 начинающих предпринимателей. В финал по области ЖТСу вышли 10 конкурсанток, каждая из которых представила интересный проект. Здесь и домашняя пастила, и соусы для салатов, и молочная продукция, самое разнообразное мыло и средства по уходу за кожей. При этом все изделия натуральные и очень высокого качества. Изучала травы, увлеклась этим, и постепенно узнала, что можно изготавливать гидролаты. И меня это заинтересовало, прям такой волшебный процесс оказался. И вот увлеклась, и стала изготавливать сама на дому пока. Вот хочу в планах открыть предприятие. Гидролат – это натуральный продукт, это средства по уходу за кожей. Ассортимент, да, разной травы. То, что пока у нас на дому, вот у меня дача, в огороде что-то растет, вот я сажала специально облепиху, скажем, да, можжевельник, розмарин, лаванду. Основная цель проекта – выявить наиболее перспективный товар для каждого села, чтобы продвигать его не только на внутренний, но и на внешний рынок. Все это позволит уменьшить отток жителей сельской местности, решить вопрос занятости населения и даже возродить национальные традиции. Это проект, который учитывает, что продукция должна производиться обязательно из местного сырья, должна быть хорошая добавочная стоимость, и должны местные жители села, они должны все вместе участвовать в производстве этой продукции. По окончанию, по итогам, они выйдут в финал уже в республике, определят лучших, и с ними приедут эксперты из Японии и будут с ними дорабатывать. То есть будут работать над качеством продукции, над дизайном, над упаковкой. Они помогут довести этот продукт до совершенства, чтобы его можно было с хорошей добавочной стоимостью продавать за рубеж. По решению членов жюри победителями стали не три проекта, а сразу восемь. Их объединили в группы, в каждой из которых определили самого достойного. Впрочем, по словам представителей комиссии, поддержка в развитии бизнеса будет оказана всем финалистам проекта. Надежда Белова, Жейк Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Качество образования зависит от условий, в которых учатся дети. Этот вопрос находится на контроле руководства области ЖТСУ. В текущем году введется ремонт 27 школ региона. Специалисты Департамента по обеспечению качества в сфере образования провели мониторинг учебных учреждений. Результаты проверки были озвучены на брифинге с представителями средств массовой информации. Готов ли школы к началу учебного года, узнаем из материалов сюжета. До начала нового учебного года осталось меньше месяца. В этом году в первый класс в области ЖТСУ должны пойти примерно 13,5 тысяч детей. Всего же 337 общеобразовательных учреждений региона будут посещать порядка 128 тысяч учащихся. Сегодня все школы готовятся распахнуть свои двери 1 сентября, в их числе и объекты образования, в которых проводится текущий и капитальный ремонт. Так, на текущую реконструкцию 21 школы в этом году выделено свыше 1 миллиарда тенге. А на капитальный ремонт шести учреждений около 5 миллиардов. Специалисты департамента по обеспечению качества в сфере образования провели мониторинг готовности организации к новому учебному году. Капитальный ремонт ведется в шести школах. В Алакульском районе, в Кербулакском районе, в Каратальском районе и в Ахсусском районах. Проблем не наблюдается. Хотя договор действует до 1 октября вышеуказанных школ, но работы ведутся с опережением и до начала учебного года должны завершиться. На контроле департамента также обеспечены школьников учебниками и питанием. В этом году из бюджета области на бесплатное питание 52,5 тысяч учащихся младших классов из областного бюджета выделено свыше полутора миллиардов тенге. По словам руководителя департамента, важно следить не только за условиями, в которых учатся дети, но и в которых они отдыхают. А потому специальной комиссией также проводится мониторинг летних и загородных лагерей. По поручению министерства совместно с прокуратурой области ведется мониторинг лагерей. Их у нас в области 9. На сегодняшний день мы уже посетили один лагерь. Эта работа будет продолжаться. В лагерях смотрим в первую очередь, конечно, условия, созданные для детей, безопасность, их питание и, соответственно, время провождения их. На сегодняшний день претензий не наблюдается. Дети отдыхают в соответствии. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами и законодательством. Надежда Белова, Канадка Сурганов, телеканал ЖТСОН. Пои и раздора. Жители села Бостан Кирбулакского района не могут вернуть свои земли, которые когда-то отдали в аренду крупному инвестору. Более 15 лет продолжаются земельные споры. Сельчане даже судились с представителями компании Алатаудерии, однако проиграли дело. Но, несмотря ни на что, они хотят вернуть свои пои и готовы в очередной раз подать на компанию ИСК. Чем закончился земельный спор, расскажем в следующем сюжете. В 2007 году порядка 100 жителей поселка Бустан, входившие в состав производственного сельского кооператива, заключили договоры об использовании земель с компанией Алатаудерии. За свои пои сельчане должны были получать дивиденды в денежном или натуральном эквиваленте. Однако далеко не всегда инвестор рассчитывается с владельцами земель. А в лучшем случае им выделяют по несколько мешков зерна или фуража. В худшем – совсем ничего, говорят местные жители. Они требуют вернуть свои законные пои и намерены отделиться от компаний. Мы поверили вашим обещаниям, ведь вы предложили отдать земли в аренду взамен на безбедную жизнь. Люди поверили, а после поняли, что все ваши обещания оказались ложными. Вы уничтожили всё хозяйство, нажитое народом. Село разваливается, нам нечем кормить семьи. Вы даже одного процента от своих обещанных слов не сдержали. Но у владельцев компании другая правда. Они убеждают, что выплачивают зарплату всем работникам и пайщикам. В качестве дивиденда выдают сено и зерно, а также оказывают всяческую помощь в развитии села. Спустя два года после того, как пайщики присоединились к нашей компании, они стали требовать вернуть свои земли. Но за это время мы уже немало средств вложили в инвестпроект. Мы всегда помогали и до сих пор помогаем не только пайщикам, но и всем жителям села. Например, в первые годы полностью обеспечили один класс сельской школы компьютерами и интерактивной доской. Протягиваем руку помощи малообеспеченным семьям. Вся наша сельхозтехника используется на полях. И даже зимой в уборке снега местные жители применяют нашу технику. Помогаем с ремонтом старого клуба. Стараемся всесторонне помогать. Жители жалуются и на то, что в окрестности сельского округа не осталось земельных угодий для выпаса домашнего скота. На сегодняшний день общая площадь Пастбищ составляет всего порядка 670 гектаров. На общем сходе Акимом Кирблакского района было решено отдать 300 гектаров земель из Государственного фонда на баланс Акимата Талдеблакского сельского округа. Еще порядка 550 гектаров неиспользуемых пастбищных угодий и 60 гектаров сенокоса вернет учредитель компании Алатаудери Боладжазлбеков. 546 гектаров пастбищных земель. Это не касается Туала Талдеблакского сельского округа. В Талдеблакском сельском округе в Бостоне людям будет давать каждый год. Но госакта не будет, конкурса не будет. Всего в поселке Бостан проживает свыше 800 человек. Они занимаются животноводством и земледелием. Это единственный способ заработка и пропитания для многих сельчан. На территории своих домов они содержат порядка 1800 голов крупнорогатого и 2000 голов мелкого скота. Эльвира Ликирова, Габит Каптрахманов, Телеканал ЖТСУ, Кирблакский район. Штраф в размере 138 тысяч тенге. Такое наказание вынес Талдеблоганский городской суд за ввоз незадекларированных и неверно декларированных контрабандных товаров. По информации Департамента экономических расследований по области ЖТСУ, данным лицом были ввезены из Китая ряд товаров народного потребления, в числе которых электро- и гидроскутеры, бижутерия, электросамокаты и многое другое, общей стоимостью свыше 43 миллионов тенге. Однако, положенные таможенные платежи и налоги на сумму в 10 миллионов тенге при этом оплачены не были. Приговором суда причастное лицо признано виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного частью 1 статьи 234 Уголовного кодекса. Ему назначен штраф в размере 40 месячных расчетных показателей. Также по решению суда, изъятые в ходе досудебного расследования контрабандные товары обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Привид, значит, защищен. В области ЖТСУ стартовала осенняя вакцинация крупного рогатого скота. Это второй этап проведения ежегодной прививочной кампании для животных. С начала года буренки получили уже более 9 миллионов доз вакцин. Какие еще меры предпринимаются для профилактики туберкулеза, бруцеллеза и ящера у коров, узнавала наша съемочная группа. Это одна из крупнейших молочно-товарных фирм не только в Коксульском районе, но и в области ЖТСУ. Здесь содержится порядка полутора тысяч голов крупного рогатого скота. Потому и работа ветеринарам предстоит немалая. У животных необходимо взять анализы крови и сделать прививки от самых распространенных заболеваний, в том числе и от опасного вируса ящера, который может передаваться человеку. Весной и осенью проводим вакцинацию животных, а также обязательно берем кровь на анализ. Но сегодня могу сказать, что все животные здесь чистые, ничем не болеют. Все хорошо. Молочно-товарная фирма «Каримов» действует в регионе с 2016 года. Начинали со 150 голов. Сегодня численность буренок выросла в 10 раз. Из них 600 коров дойные. В сутки здесь производится порядка 18 тонн молока, который отправляется на завод GLC. За качеством продукции следят строго. А потому очень важно вовремя проводить вакцинацию животных. На год мы составляем график вакцинации. Ветеринары планируют свою работу. Два раза в год берется анализ крови у животных. Также два раза весной и осенью проводится вакцинация. Вот сейчас по графику у нас началась осенняя прививочная кампания. Будут делать вакцину против вирусной болезни ящер. Это уже вторая вакцинация с начала года. Работаем строго по графику. Во всех хозяйствах Коксульского района насчитывается более 63 тысяч голов крупного рогатого скота. Всего же по области имеется свыше 681 тысячи коров. На проведение прививочной кампании в регионе из государственного бюджета выделено 2,5 миллиарда тенге. Отделы ветеринарии в городах и районах области ежемесячно отчитываются в областное управление о состоянии скота, заболеваемости животных и проведенных процедурах. График вакцинации на 2023 год составленный. Наши специалисты на местах работают строго по плану. Всего в этом году должно быть проведено 14 миллионов 850 тысяч манипуляций, то есть вакцинации скота. На сегодня за первое полугодие уже сделано более 9 миллионов прививок. В общем, если говорить по итогам 7 месяцев, то работа выполнена на 96%. По словам специалистов, осенняя прививочная кампания будет завершена к концу октября. Чтобы здоровью животных, людей ничего не угрожало, такая профилактическая работа проводится в регионе каждые полгода. В Талдукургане подвели итоги конкурса поэтических чтений, посвященных памяти писателя Андаса Омаракына. Финальный этап творческого состязания прошел в стенах городской библиотеки имени Владимира Маяковского. Члены жюри определили 14 участников, отличившихся своими талантами. Подробности в следующем сюжете. Участие в поэтическом состязании областного масштаба приняли порядка 30 юношей и девушек. В течение полугода они соревновались в нескольких творческих турах, а также выполняли различные задания в онлайн-формате, по итогам которых лучшими были признаны 14 участников. В их числе оказалась и ученица 10 класса Жанель Жмагул из Жаркента. К этому финальному туру я готовилась порядка двух недель. За это время успела прочитать трёхтомную книгу Анда Сомаракына и подготовилась к вопросам тестирования. Я думаю, что не зря старалась и покажу себя с наилучшей стороны. Финальные состязания прошли в четыре этапа. Участники ответили на тестовые вопросы, где показали свои знания о жизни и творчестве историка. А юные поэты прочитали стихи, посвящённые Анда Сомаракыну. На третьем этапе участники защитили свои труды в краеведческом направлении. И в завершении команды приняли участие в дебатах. Конкурс поэтических чтецов проходит в рамках проекта «Читающая школа». На протяжении полугода они пропагандировали поэзию Анда Сомаракына по всей области. Участие приняли 30 ребят из 8 районов и двух городов края ЖТСУ. Теперь мы проводим финальный тур. А уже осенью во всех школах области состоится презентация книги, автором которой является мой отец. Эти мероприятия мы проводим вместе с управлением образования. Анда Сомаракын родился 19 сентября 1944 года в Китайской Народной Республике. Он внёс значимый вклад в развитие айтыса китайских казахов. До этого дня сохранились три сборника произведений. В различных изданиях опубликованы более 400 стихов и свыше 20 паэм. Также он является автором четырёх фольклорных книг и ещё десяти изданий, где описывал историю этнических казахов, проживающих в Поднебесной. В 2010 году за неоценимые труды Анда Сомаракын был удостоен государственной премии Китайской Народной Республики. Долг сына перед отцом продолжить его путь. Мой отец родился и вырос в Китае. Он как писатель был широко известен в той стране. Все его труды и произведения были написаны там. Однако после того, как мой отец вернулся на историческую родину, у него появилась мечта выпустить свои произведения здесь, в Казахстане. Мы приложили все свои усилия, чтобы исполнить его заветную мечту. И буквально в прошлом году выпустили в свет трёхтомник, в который вошли рукописи отца. Жаль, что он не дожил до этого дня. Его жизнь оборвалась в 2015 году. Также в ходе конкурса была презентована книга Аюесхан Мажайказа супруги Анда Сомаракына. В ней собраны краткие биографии и отрывки произведений участников областного конкурса поэтических чтений. По итогам поэтического конкурса участники заняли первые, вторые и третьи места по нескольким номинациям. В числе лидеров оказались ребята из Алакольского, Панфиловского и Ескельдинского районов. Они были награждены денежными премиями. По словам организаторов, отныне у маракыновские чтения станут традиционными. В Астане прошла необычная фотовыставка. А снимка – казахстанские блогеры и активисты с питомцами из приютов для животных. Таким образом, добровольцы пытаются привлечь внимание населения к проблеме брошенных собак и кошек. Всего в Казахстане действует 150 официально зарегистрированных приютов, где животные содержатся и лечатся за счет взносов неравнодушных казахстанцев. Между тем, бездомных четвероногих в стране становится все больше, отмечают волонтеры. Аренда помещений и приобретение кормов остаются одними из серьезных и порой неподъемными статьями расходов для зоозащитников. Казахстанские водители смогут больше не возить с собой техпаспорт. Документ будет оцифрован в «Егоф Мобайл» уже осенью этого года, передает Tengrenews.kz. Министерством совместно с Акционерным обществом национальной информационной технологии проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобильного техосмотра в цифровой формат. При этом диагностическая карта техосмотра будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства. По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени. В Минфине подчеркнули, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, и их использование более удобно, коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Питтсбургский стрелок приговорен к смертной казни. В 2018 году Роберт Бауэрс, вооружившись тремя пистолетами и винтовкой, расстрелял прихожан синагоги Древожизни. Тогда погибло 11 человек. Еще 6, включая полицейских, было ранено. Решение о вынесении смертной казни стало единогласной рекомендацией суда присяжных. При этом все члены заседания отметили, что действия Бауэрса были мотивированы ненавистью к евреям. Религиозный объект был выбран им из-за расположения синагоги в одной из крупнейших еврейских общин США. Также присяжные резюмировали, что убийство прихожан было совершено с целью максимизировать воздействие и вселить страх в местные, национальные и международные еврейские общины. Как выяснилось, Бауэрс не испытывает раскаяния за совершенное преступление. Напомним, вердикт присяжных должен одобрить федеральный судья. В случае положительного решения Бауэрса ждет смертельная инъекция. Напомним, Роберт Бауэрс был признан виновным по 63 уголовным обвинениям. Внимание у жителей области ЖТСУ 4 августа 2023 года в связи с проведением взрывных работ специализированной компанией НАРТАС на 60-м километре трассы Сарузек-Куктал. Проезд на этом участке с 9 утра до 17 часов дня будет временно закрыт. Просим вас воздержаться от поездок по этому маршруту в обозначенное время. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин